Уверен, что многие из вас уже слышали о противоударных пленках и стеклах, которые еще называют протектором экрана. Говорят, что они способны защитить экран смартфона или планшета не только от царапин, но и от сильных ударов, избавив вас от дорогостоящей и часто бессмысленной процедуры замены оригинального стекла или стекла с экраном. До тех пор, пока я не попробовал протектор экрана на своих двух смартфонах, я не особенно верил в их чудесные свойства, но теперь готов поделиться с вами собственным опытом. В этом видеообзоре я на примере противоударных пленок и стекол DF продемонстрирую на что они способны на самом деле, какие у них есть особенности и на что стоит обратить внимание при выборе. На сегодняшний день в линейку защитных пленок и стекол DF входят около трех десятков комплектов для разных моделей смартфонов и планшетов, включая все модификации 4 и 5 iPhone, Samsung Galaxy S4, S5 и Note 3, а также всех поколений iPad, включая Air и iPad mini. Кроме этого в линейку вошли универсальные пленки для 6 и 7 дюймовых устройств, а также классические суперпрозрачные антибликовые пленки. Скоро выйдут пленки и стекла для устройств HTC и Sony. Иногда в стремлении сэкономить производители используют в качестве упаковки простой картонный конверт, который не может гарантировать целостность стекла. DF использует достаточно дорогую пластиковую упаковку, которая предотвратит повреждения стекла даже при неаккуратной транспортировке. Причем такая упаковка используется не только для стекол, но и для пленок. Исключение сделано лишь для классических суперпрозрачных и антибликовых пленок. Для них используется картонный конверт. В комплект всех пленок и стекол входит все необходимое для аккуратной и быстрой установки, включая влажную и сухую салфетки для удаления загрязнений и разводов на стекле. Пару даст стикеров для удаления пылинок, попавших на стекло после его очистки и ракель, который позволит приподнять стекло или пленку, не оставляя на внутренней поверхности отпечатков пальцев, которые потом никак не удалить. Для тех, кто впервые будет клеить пленку или стекло, в комплекте имеется иллюстрированное руководство, в котором подробно описаны все этапы и способы установки. Противоударное стекло имеет сложную многослойную структуру. Ее толщина может варьироваться от 2 до 4 десятых миллиметра. Стекла DF имеют толщину 0,3 миллиметра. Такое стекло достаточно тонкое, чтобы его не было заметно на мобильном устройстве и обеспечивает стопроцентную чувствительность сенсорной панели. При этом оно достаточно толстое для того, чтобы выдержать даже сильные точечные удары. Края стекла закруглены по специальной технологии. Это обезопасит руки от порезов и неприятных ощущений при соприкосновении с острыми краями. Стекла DF имеют антибликовое покрытие с высокой проницаемостью света на уровне 99%. Это значит, что защитное стекло не влияет на цветопередачу, позволяя видеть точно такую же четкую и ясную картинку, как и без стекла. Для защиты от грязи, жирных пятен и отпечатков пальцев стекла имеют олеофобное покрытие. Закаленный слой стекла имеет коэффициент твердости равный 9. На сегодняшний день это максимальное значение для стеклянного протектора экрана, позволяющее выдержать контакт с очень острыми предметами, включая канцелярский нож, ключи и даже пилку для ногтей. Противоударные пленки также имеют сложную многослойную структуру. Они выполнены из термопластичного полиуретана и имеют толщину 0,2 мм. Коэффициент твердости у пленки заметно ниже, чем у стекла и равен 3, но этого достаточно для того, чтобы противостоять появлению царапин от ключей или мелочи в кармане. Противоударный слой пленки имеет специальную структуру, распределяющую удар в горизонтальной плоскости, благодаря чему пленка позволяет выдержать более сильные удары и при этом она остается целой. Как и стекла, противоударные пленки DF отличаются высокой проницаемостью света, обеспечивают 100% чувствительность сенсора и имеют олеофобное покрытие, которое позволит легко удалять жирные пятна и разводы. Процесс установки стекла или пленки достаточно прост. Здесь очень помогает иллюстрированное руководство. При установке стекла его нужно аккуратно разместить над экраном, но при этом плотно не прижимать. После того, как вы убедились, что стекло размещено правильно, нажимаем пальцем по центру и наблюдаем, как оно прилипает к поверхности экрана, выдавливая пузырьки воздуха от центра к краям. В случае, если у вас что-то не получилось, воспользуйтесь ракелем, чтобы снять стекло и повторить процедуру. Плёнку удобнее приклеивать снизу вверх или наоборот, постепенно выдавливая воздух. Замечу, что несмотря на то, что толщина противоударных плёнок и стекол не превышает 0,3 мм, по сравнению с традиционной плёнкой они выглядят достаточно толстыми, что вызвал у меня вопрос, не испортится ли внешний вид моего мобильного устройства и насколько изменится тактильное ощущение. Я попробовал стекла и плёнки на Samsung Galaxy Note 3 и iPhone 5. И как вы можете видеть, ни в том, ни в другом случае ни плёнка, ни стекло никак не влияют на внешний вид смартфона. Что же касается тактильных ощущений, то при использовании стекла они вообще никак не меняются. Чувствуется тот же холодок стекла и естественность жестов. Плёнка обеспечивает тот же уровень чувствительности, что и оригинальное стекло, но не даёт ощущение холода, свойственное стеклянной поверхности. Переходим к тестам защитных свойств плёнка стекол. Я провёл два теста. Сначала посмотрим, насколько стекла и плёнки устойчивы к появлению царапин. Для этого теста я выбрал ключ с самыми острыми рёбрами, сильно прижал его к поверхности стекла и попытался поцарапать его в течение 30 секунд, в результате интенсивного воздействия на стекление осталось не единой царапины. Теперь проведу тот же тест с плёнкой. Здесь результат оказался несколько иным. На поверхности плёнки остались следы, не царапины, а именно следы от воздействия ключом. Это связано со структурой плёнки, которая имеет меньший коэффициент твёрдости. Замечу, что через некоторое время следы от ключа исчезли. Второй тест позволит оценить противоударные свойства рассматриваемых плёнок и стёкол. Здесь я воспользовался связкой ключей, вес которой составляет около 70 грамм. Тот же ключ, которым я пытался поцарапать стекло и плёнку, оказался идеальным инструментом для изучения противоударных свойств. Он длиннее и тяжелее других ключей и при этом имеет тупой выступ, который при вертикальном падении создаёт достаточно серьёзную нагрузку на испытуемый предмет. Итак, попытка разбить стекло iPhone, защищённая противоударной плёнкой DF, привела к тому, что даже при падении связки ключей с высоты в один метр стекло осталось совершенно целым. Но при этом на самой плёнке в местах удара образовались вмятины. Благодаря своей внутренней структуре, которая распределяет силу удара в горизонтальной плоскости, плёнка позволяет выдерживать достаточно сильные удары. Со стеклом ситуация немножко другая. Оно выдержало падение ключей с той же высоты, правда, в отличие от плёнки, на защитном стекле появились трещины. При этом стекло моего iPhone не получило никаких повреждений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Детально изучив особенности различных моделей противоударных стекол и плёнок DF, я сделал для себя единственный вывод. На сегодняшний день это самое эффективное средство защиты экрана смартфона или планшета от раскола или царапин. Плёнки и стекла достаточно тонкие для того, чтобы не влиять на оригинальный дизайн устройства, но при этом они полностью сохраняют тактильные ощущения и чувствительность сенсорного экрана, позволяя также удобно и естественно пользоваться своим мобильным устройством. Субтитры создавал DimaTorzok